Привет, друзья! Вот и закончился мой отпуск и отдых. Пора приступать к каким-то делам, к работе и так далее. Продолжаю вести свой блог по машине. Расскажу, что я сделал за этот период, за зимний. Ну, мало чего делал, скажу, серьезными ремонтами не занимался, потому что ремонтирую машину, кто смотрит мой канал. Я на даче, была непогода, естественно, морозы. Ну, в общем, в этом ролике я соберу что-нибудь интересное, полезное для вас и покажу. Зимой я заменил аккумулятор. Поставил я MAF без технологии, ни GM, ни EFB. Обычный аккумулятор, хоть я и в своих роликах, кто смотрит меня, советовал ставить по технологии GM для долгой службы его, потому что у нас здесь идет зарядка большим напряжением, большим током. То есть, такая интеллектуальная зарядка, а не просто идет напряжение, и он тупо заряжается. Причиной замены старого аккумулятора было то, что он уже не хотел в морозы минус 20 крутить стартер. Вот, Renault Nissan, родной. Сколько он прослужил? Ну, лет 8, машина 13-го года. Да, вот ей в июне будет 8 лет, и он отслужил верой и правдой. Этот MAF я отдавал за него, сейчас скажу, стою 180 или 190 белорусских рублей. Тут хороший пусковой ток, 750 ампер, и емкость 72 ампера часов. Выпущен он в Европейском Союзе. Не знаю, отзывы читал я хорошие, кто-то советовал другой. Ну, как бы этот был на акции, я взял. Запускает машину, сейчас он хорошо, никаких проблем с ним нет. Прошел еще техосмотр я, кто не из Беларуси, с Украины, России меня смотрит, может не знали у нас, типа отвязали дорожный сбор от техосмотра, поэтому все кинулись проходить техосмотр своих машин. Я тоже прошел, уже последний раз на 2 года, потому что через 2 года уже она будет каждый год. Ей будет 10 лет. Вот такое у нас разрешение дают, дозвол, permission, разрешение. Уже не нужно наклейку клеить на лобовое стекло из таких нововведений, и старый сертификат упразднили, отменили. Без проблем машина прошла техосмотр, ничего не придирались, все было нормально. Но вот, что мне интересно было, так это проверяли даже поворотники прибором, которым фары проверяют пучок света. Поворотники проверили даже и ПТФ противотуманки. Сейчас буду снимать эту старую наклейку, уже новых не выдают, поэтому и клеить ее не нужно. Еще у меня к зрителям есть вопрос. Много света получается, когда вот солнце низко ходит, сидишь в машине, этот козырек опустил, пассажирский опустил, и между ними в этот промежуток светит солнце в лицо. Вот я где-то на драйве встречал, кто-то клеил пленку, там не помню, по-моему 15 или 20 шириной такую темную, может тонировочную пленку. Так вот, подскажите мне эту идею, кто может клеил, какого размера, где покупал, вообще насколько она эффективна, чтобы не светил в этот промежуток свет. Потому что, ну, все знают, есть стекла, у которых такая синяя полоса по верху идет, заводские. А мне тоже хотелось бы, чтобы было комфортно и не слепило. Небольшой лайфхак, как отклеить наклейку с лобового стекла, нужно просто ее хорошо погреть феном. Она станет мягкой, клей этот растопится, и вы сможете быстро ее отодрать. Некоторые есть любители, которые все годы прохождения тихосмотра так вот в рядок вверх клеят, я не понимаю. Не люблю, когда на лобовом стекле что-то лишнее мешает обзору, то есть я в этом плане перфекционист. Может у кого возникнет резонный вопрос, закончился ли у меня прошлый тихосмотр, то 19-й год напишет. Я его просто не проходил, это так, наклейка, которая мне досталась от знакомого таксиста, чтобы меньше придирались гаевы, чтобы меня не останавливали. А я его на этой машине с момента покупки, по известным причинам, как и большинство, ни разу не проходил. Но вот прошел недавно. Ну вот все, разогретая наклеечка. Легко снимается. Все, прощай. Вуаля. Остатки клея убрал ацетоном. Так, идем дальше. Еще одна из проблем, если можно ее так назвать проблемой, часто задают этот вопрос, перестает работать сенсор этот, да, который в ручке без ключевого доступа, у кого он есть. Так, ну, для этих целей еще есть кнопка, чтобы машину закрыть. Вот, а чтобы открыть, мы должны поднести сюда, вот, руку. У кого все исправно работает, и есть эта функция, свободные руки, дверь открываются. Но иногда наступает такой момент, что мы палец туда подносим, на какой-то определенной двери, а замки у нас не открываются. Сейчас я покажу, в чем может быть дело. Ну, еще дело может быть в самом этом фотоэлементе, который, не то что в фотоэлементе, в этом, так сказать, облачке, который вот за этим темным стеклом находится, сам этот механизм светочувствительный. Бывает туда вода попадает, какой-то мусор, и не проходит нормальный инфракрасный луч. Ну, у меня та часть работает. Я вам сейчас попытаюсь показать, что может быть другое. У меня этой зимой ручка тоже как-то плоховато работала, что-то подглючивало, и вот сейчас я решил немножко ее доработать. Смотрите, кто не знал, может, я камеру сейчас вертикально поставлю, чтобы лучше было видно. Максимально ее оттянул, чтобы показать. Видите, здесь такой вот кружочек, а в нем зеркальце находится. И луч инфракрасный, который идет из излучателя, он отражаться должен вот от этого зеркальца. Когда мы подносим руку, он прерывается, идет уже сигнал на открытие. Так вот, это зеркальце бывает либо грязью покрывается, либо просто осыпается, изнашивается это металлизированное покрытие. И можно, естественно, сделать самому, вырезать из фольги какой-нибудь любой самоклеящийся. Некоторые с тонкой-тонкой жестью вырезают такие, выштамповывают кружочки, и его сюда приклеить. Смотрите, в норме, как должна работать ручка. Даже если мы туда пальцы не подносим к сенсору, вот, он реагирует на движение. Вот, оттянули ручку, видите, да? Дверь еще не открывается, отщелкнули замки. А следующим разом уже открывается дверь. Сейчас я обезжирю ацетоном посадочное место, вырежу из самоклеящейся фольги кружочек и приклею. Вот у меня есть такая фольга самоклеящаяся. Размер какой? Ну, буквально вот один квадратный сантиметр. Так, я замерил где-то, ну, родное немножко меньше, миллиметров 9 в диаметре, я так понял, это пятнышко. Ну, я чуть больше вырезал, уже морочиться не буду. Можно еще на какой-нибудь суперклей посадить, либо какой-нибудь резиновый, чтобы крепче держалось. Это мини-зеркальце. Сейчас его туда приклею. Это, конечно, хлопотное дельце, но сейчас буду пробовать. Так, ну вот, что у меня получилось. Немножко я за края выступил, но тут это никакой абсолютно роли не играет. Если там видно, не видно, не знаю. Камера захватывает вот этот кружок уже с фольгой. Я думаю, сейчас будет лучше реакция замка на поднесение руки. Так, закрываем. Подносим палец. Все, закрываем. Сейчас попробую сбоку, если... Вот, видите, луч по центру прерывается, идет сигнал на отпирание дверей. Я скажу, резче стало немножко, да. Потому что уже старое это зеркало, поверхность была потертое, грязная. Поэтому вот такой, друзья, лайффак. Имейте в виду, если у вас перестал открывать бесключевой доступ, попробуйте на ручках для начала заменить эти зеркальные поверхности, а потом уже копать дальше. Ну и в заключении, друзья, хочу предупредить о такой вот нехорошей ситуации, которая может случиться с вами и с вашей машиной. Я думаю, не многие об этом знают. На собственной практике мой знакомый испытал, попал в эту ситуацию. Значит, что произошло? Поднял он машину домкратом, вывесил левое колесо, но снял его, чтобы посмотреть, не терет ли диск тормозной о колодке. Была там какая-то проблема. И значит, что происходит? Он завел машину, чтобы посмотреть. Крутится колесо. Вот я вам сейчас показываю. Я намеренно окно не закрывал, чтобы не попасть мне в эту ситуацию. Завожу и автомобиль. Ключ карты у него находится в машине. Телефон тоже в машине. Так, сейчас колесо у нас будет вращаться. Колесо крутилось медленно. Он втыкает вторую передачу, чтобы оно крутилось быстрее. Так, отпускаем сцепление, выходим, закрываем. Значит, колесо крутится быстро. Это у меня сейчас просто горит ошибка, что одно колесо вращается, остальные стоят по АБС. На приборной панели выставлен такой режим запирать двери в движении. Получается, двери закрыты. Вот, смотрите, и все. Мы не можем машину открыть. Вот, дергаю я за все ручки. Все, беда. Карточка в машине. Получается, вторая карточка у него дома, но ключ этот жал, оно не работает у него. И смотрите, кнопками тоже она не открывается, никак не реагирует. И все, что делать? Ждать, пока машина заглохнет, топливо выработает, тоже не вариант. Я ему предложил заткнуть, значит, выхлопную трубу, чтобы заглушить чем-нибудь. А он затыкал, не получается, потому что дырки в выхлопном тракте сифонят, не создается давление, и машина не глохнет. Вот такие дела. Так что будьте внимательны, имейте в виду. Ну, она уже с ума сходит. Машина пишет, остановите автомобиль. А изнутри только можно открыть. Вот, ручка изнутри. Это легко сделать. Так что будьте внимательны и не повторяйте ошибок. Будем учиться на чужих. Либо, как вариант, на приборке перед этой процедурой снять галочку запирать двери в движении. Еще, если я вас не загрузил своей информацией, сейчас модно стало в видосах проверять тест, делать на жесткость кузова, когда машина на домкрате. Вот, смотрите, по грандсценнику, что касается двери, отлично. Вообще не цепляет дверь, да, когда машина на домкрате. Вот. Закрывается без всяких заеданий, без цепляния легко. Я уже как-то видосик делал у знакомого на каратыше, и Сергей Т тоже снимал на каратыше, почему-то цепляет. Вот эта дверь, под которой домкрат, не важно, право или лево, право будет цеплять, если справа стоит, лево, если слева. Вот, есть такое мнение, что каратыш немножко уступает гранду по жесткости кузова. Ну, в общем, все. Вот такие, друзья, дела. Что хотел, рассказал, показал. Пишите комментарии, задавайте вопросы. Всем удачи на дорогах и до свидания.